привет я записываю видео рецепты сегодня будет очень простой рулет ореховый с кремом из вареной сгущенки это максимально простой рецепт мы его пропитаем сиропом будет сочный ореховый сладкий обалденный рулет к чаю который вы можете приготовить очень быстро с минимальным набором продуктов давайте начинать меня зовут ольга бауэр если вы еще не были на моем канале переходите смотрите другие рецепты там много всего интересного приступим к приготовлению теста для теста нам понадобится 4 яйца я их отправляю дежу миксера и белки и желтки и сейчас я буду их нагревать вместе с сахаром для того чтобы сахар растворился яйца нагрелись и таким образом они еще лучше будут взбиваться будем взбивать вместе все чтобы не тратить время и силы но если у вас нет мощного миксера то можете разделить белки от желтков и взбивать отдельно пока у меня греется яйца сахаром я сделаю быстро сироп для этого мне понадобится 50 грамм сахара и 150 грамм кипятка просто нагрела в чайнике воду и залила сахар он растворится и все сироп практически готов позже мы добавим некоторую изюминку в этот сироп но пока отставляем сторону пускай остывает смотрите сахар у меня полностью растворился в яйцах теперь им будет очень комфортно вместе взбиваться потому что у нас такая уже сладкая яичная смесь включаю в своем комбайне взбиваю смесь до устойчивой такой белой пены и где-то в середине взбивания добавляю ванильный сахар или ваниль смотрите по вкусу что у вас есть смотрите масса увеличилась в объеме стала пышная белая и в этот момент я добавляю растительное масло 30 грамм примерно можно заменить и сливочным но тогда будет более плотный результат еще взбиваю пол минутки чтобы масло хорошо помешалось и все практически тесто готово сейчас будем добавлять муку добавляю 120 грамм муки обязательно просеиваем потому что так мука насыщается кислородом и тесто получается воздушнее результат получается лучше не забываем просеивать муку и аккуратно не спеша хорошо вымешиваем вымешиваем так чтобы со дна тоже мы зачерпывали и не было кусочков непромешанной муки потому что мука любит упасть на дно и там затихнуть а потом мы когда выкладываем на противень видим что там непромешанное тесто поэтому хорошо вымешиваем выкладываю тесто на пергамент хорошо разравниваю стараюсь сделать так чтобы лист теста был абсолютно ровный так мы избежим дополнительных бугров после выпекания поэтому распределяем максимально аккуратно ровненько я вот после того как лопаточкой разровняю я еще потом потрясу немножечко прозвень чтобы уж наверняка тесто распределилась еще ровнее и все в этом тесте нет никаких разрыхлителей добавок все отправляем выпекаться при 175 градусов минут на 20 смотрите до золотистой корочки и тем временем добавим 10 грамм коньяка в наш сироп смотрите по вкусу можно вообще не добавлять но масляный крем всегда любит коньяк поэтому если у нас масляный крем бисквит то добавляйте в сироп он будет добавлять такой легкий аромат и сильно алкогольного вкуса не будет переливаю в сироп в контейнер специально чтобы легче было распределять уже на бисквите но это тоже дополнительная опция можете просто ложечкой аккуратно распределить сироп он уже остыл практически все вот в таком виде отставляю в сторону и продолжаем дальше делаем крем крем у меня уже есть на канале свареной сгущенкой если хотите переходите дам подсказку вверху переходите смотрите подробности как его приготовить ну а я картинка здесь быстренько сделаю этот крем нам понадобится 200 грамм мягкого сливочного масла и 200 грамм вареной сгущенки также комнатной температуры соединяю вместе и все и буду взбивать пока у нас масса не побелеет не станет пышной и воздушной повторюсь на канале уже есть видео как сделать этот крем там более все подробно рассказывается более спокойном режиме здесь мы делаем быстро пока как говорится ребенок спит так вообще говорится но я сказала потому что я это сделала торт пока мой ребенок спал за один час все крем готов посмотрите он посветлел чуть-чуть стал воздушный такой объемный прекрасный крем этого количества нам хватит на весь рулет рулет уже испекся за 20 минут вы можете открыть духовку пальчиком потрогать на упругость тесто если не проваливается возвращается бисквит на место то значит готов все я его еще горячим уже перекладываю на другой лист потому что нет времени делаем все быстро и снимаю с него пергамент выпекали мы бисквит конечно же в уже разогретой духовке иначе он у вас осядет и жду пока он остынет окончательно потому что иначе крем потечет нужно дождаться полного остывания вот такой толщины примерно получается бисквитик все оставляем его ждем пока остынет тем временем подготовим арахис у меня арахис в скорлупе если у вас сырой арахис положите на сковороду и обжарьте его либо в духовом шкафу обжарьте в любом случае жареный арахис намного вкуснее сырого у меня уже жареный я лишь почищу от скорлупы очищу и все и переложу в миску орехи практически готова я их почистила они у меня уже жареные вот такого количества будет достаточно но эти половинки я еще измельчу немного в блендере измельчители все закрываем нашим блендером жиг-жиг все готово вот такое количество и состояние орехов меня устраивает количество орехов берите по вкусу но и также измельчаете или не измельчайте тоже на ваш вкус все индивидуально как кому нравится мне нравится вот так когда и крупные и мелкие фракции все оставляем орехи в сторону и продолжаем заниматься бисквитом бисквит уже остыл это обязательно иначе крем потечет и я его пропитываю нашим сиропом пропитываем хорошо не жалеем сиропа мокрым он совсем не будет поэтому этого количества будет как раз в меру и и обязательное внимание уделяем краям бисквита чтобы они не остались сухими выкладываю сверх слой крема распределяю его тонким слоем крем масляный жирный поэтому слишком много крема тоже не следует делать все должно быть в меру аккуратно распределяем все и все наш рулет практически готов сейчас будем его сворачивать аккуратно подворачивая смотрим чтобы со всех сторон было ровненько все подкручиваем его и заворачиваем до конца в рулет у нас осталось немного крема для того чтобы сверху обмазать рулет чтобы на него потом приклеился орешек рулет сформирован теперь я намазываю оставшийся крем обязательно оставьте немного на поверхность и аккуратно разравниваю со всех сторон вот такой красавец у нас получается сейчас будем его посыпать орехами присыпаем рулет со всех сторон орехами как удобно будет стараемся чтобы каждый орешек приклеился к крему иначе он просто осыпется и не забываем про края и все отправляем в холодильник на час примерно для стабилизации и вот такой рулет красивый мы с вами сегодня приготовили очень быстро давайте посмотрим что же внутри получилось вот такой аппетитный красивый рулет у нас получился очень вкусный пропитанный нежный с кремом из вареной сгущенки с орехами то что нужно для домашних посиделок с чашечкой чая давайте попробуем бисквит получается воздушным пропитанным сочным с кремом орехами то что нужно если вам понравился этот рецепт ставьте лайки пишите комментарии и переходите на канал подписывайтесь и сохраняйте рецепт сегодня мы приготовили такой потрясающий домашний рулет с вареной сгущенкой и орехами завтра приготовим что-нибудь еще спасибо за просмотр рецепт будет под видео в описании всем пока ждите следующих выпусков у